Такс, давай запись, посмотрим. Насчёт нас. Русский язык вроде норм. Субтитры ок. Графен... Давай посмотрим, чё по графену. Видеокарта улетает в красную зону по графену. Это не очень сильно хорошо. Окей, качество графики особое. Детализация ультра, давай, нет. Очень высоко. Качество тумана среднее. Те дни не очень. Забавно, что здесь есть дальность тени, но так как игра основана на те дни, то тени отключить нельзя. Логично. Размытие в движении, не дай бог. Ну, вроде ок. Окей, по звукам громковато, да? Допустим. Инверсия, бла-бла-бла. Управление... Ну, будем думать потом по поводу управления. Окей, поехали. Смотри, чё это такое. Я Эри Банка. Банка. Возможно, последователь не представительница своей расы. Мне не привыкать быть в одиночестве и работать одной. Мне поступило предложение самопоразглашённых спасителей Вселенной энергетической мега-корпорации. Ну, как обычно корпораты. Окей. Окей. Допустим. Продолжение следует... Субтитры предоставил. Субтитры предоставил. Как это было возможно? Как Хелиос поставил конкурсы на войну? Открывать игнами и текущие инфекции, инфекцией всех раций? Возвращаясь на силу нашего сына Кепри. Ее благородство обеспечивает энергию лета для каждого часа она светит. Энергией, революционной. Этот альтруизм является нашим способом. И вместе с семьей Хелиоса? Сейчас это ваша. Добро пожаловать в сегодняшний день. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Реалития точно не может жить до этого. Я всегда спрашивала, что было в этом месте. Это великолепно. И впечатляющий способ. Интересные наверху сигналы такие. Ты видел их раньше? Один, но не за годы. Я слышал, что они уничтожили нас, когда энергия исчезла. Какая-то эргонка. Слышая в шевелах. Ох, так это правда. Извините, я тебя знаю? А, я? Нет, 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 нет. Как, как бы ты? Это было... Крэзи, да? Конечно. 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 Так, эм... Что это правда? Ох, ты знаешь, эм... Ты в Ермон. И? Ну, я читала все о твоих людей. Все, что я смогла найти. И ты знаешь больше, чем я, дядя. М-м-м... Окей. Дорога. Дорога. Пожалуйста, пройдите к тестировке. Матруистик. Правда. Поэтому ты нужна вся эта безопасность. М-м-м. Но удивлительно, двигается одна... Ну, может быть позже одна быстро будет двигаться, быстро передвигаться, но пока прям грустно. Искусственные интеллии. Графика чем-то мне не полезна, напоминает Может быть Но мне кажется, что здесь графика получше Но пока вроде нагрузка более-менее Ладно, можно диспетчер закрыть Вот, вот это я поднимаю, что бег Окей Это поинтереснее будет Мне пока это Гладос напоминает Скорее всего, Синдорин Ну блин, а из корпората Да, я знаю, что я могу делать, но я никогда не встретил другого Эрабона Покажи нам эту мощь Переходи в шаду Что вы действительно хотите от меня? Отлично Я думаю, что вы также можете поднимать стены в этом стране Пожалуйста, пройдите на следующий тест Скорее всего, специально испытывают понятие, типа, на что мы способны И... А Цепь пригнуться Фу, блин Кто так делает, а? А-а-а Па-па-па Па-па-па За что у нас? Используют предмет экипировки Control? Долбанутые нафиг Так Q за что у нас отвечает? Не за что? То есть у нас Q свободно А предмет использует Control Чё за хрень? Why don't you try running before jumping? Эм Это, конечно, всё забавно, но как мне наверх-то вернуться? А Ну да Почему-то я думал, что мне надо L-cam, а не пока им использовать, ну ладно Окей Окей Let's see how you're doing the shadows What is this telling you? You clearly know what my people are capable of This is the standard test for all agents Do all your agents have shadow powers? Мом Урод над падением, походу, всё таки есть Сейчас Окей Так Субтитры сделал DimaTorzok Интересная запись, да? Через ворота проходить мощно, это весьма неплохо. Что забавно, я могу по всем стенам лазить, но... То есть, лазить по стенам ты можешь, а через... То есть, грубо говоря, я могу проползти вот так, вот где угодно. Но если небольшое препятствие включает в себя какой-нибудь светильник, то там уже нельзя проползти. Эмммм, этот беджет светлый, но я думаю, что я могу использовать мою шадоу-клайм-поу на него. А во-вторых, ну... Вот эти ограничивающие светильники, конечно, ни разу не бесят до ума. Проползать внутрь интересно. Надо было посмотреть, могу ли я сверху пройти или нет. Сонар, визор, мина, приманка. Допустим. О, смотри, кнопочки автоматически применяются. Это на самом деле далеко не все используют. Кнопочки сразу поменялись, теперь мне можно кью использовать. Я бы тряску и крадно чуть поменьше бы сделал, но, скорее всего, нельзя, да? Ммм, да. Хлопнуть в ладоши. Пять. Хлопнуть в нашу способность. Они собирают конфликт и бусинка. Они поверят наши собственные симуляции против нас. Почему? Ну, я имею в виду, если вы служили свет, как говоришь. Это почему мы способны уграничить наши агентства, чтобы неутрализировать их. Кто-то меня сразу заметил? А почему меня воздух подбросил, а я чё-то не понял? Вот сейчас было немного непонятно. Ты посмотри, как одни видят, офигеть. А видят одни весьма неплохо, но я реально не понял, почему я не могу за него. Почему в саб мы первый раз, и я откуда-то сверху упал, я вообще не понял. Немножко странно. Управление при движении по седам ооочень необычное. Прям очень. Я бы сказал, что я хочу двигаться вперёд, но игра, думаю, что я хочу двигаться всё-таки вверх. Один из наших многих агентов нейтрализирует синдент. Вероятно, самые преимущественные модели могут их исправить. Теперь посмотрим, если вы можете совершить аэритовый атак. Любопытная анимация. Интересно. Попробуем что-то разное. О. Теперь попробуй убежать атаку. Не могу. Что ты сделал? Может быть, ты можешь удалить устройство как-то. Это как-то ты построил эту оружие, чтобы мне ударить. Мы не можем вернуться к саду Сомерной. Управления при помощи должны быть нейтрализированы. Логично, да? Ну, хотя бы, как шпион, мы много чего узнали. Новенького, особенно про девайс. О, да тут еще и прокачка есть. Возможно совершать прыжок при выходе из стильного слияния. Любопытненько. Плюс рывки. Но сфер надо достаточно много. Первый раз ты, вроде бы, сам на стену повез, а шо вы бы все-таки ездины выкинула. Забавно. А, прыжок-то. Не до лед. Хорошо, хоть тут восстанавливается эта вскрытность достаточно быстро. Интересненько. Если она сказала в выступлении, что она, возможно, последняя из зарябанских народов, очень может быть, что... Спасибо за вашу кооперацию. Пожалуйста, обеспечивайте Хелио историю вашего леджера. Когда вы готовы, чтобы перейти к последней части теста, alert the simulant of the exit. If you give a man a fish, he will eat for a day. But give him a fishing rod, and he will eat forever. Чё-то мне это напоминает. Энергии из ничего, блин. А это она вообще? Аджецент. Так, ну давай остальные посмотрим, почему бы и нет. А, остальные посмотреть нельзя. И сейчас нам будут раскрываться ужасные тайны по поводу, скорее всего, этой корпорации. Ну, по-другому не бывает, как бы. А потом пришла одна компания и всех убила. Ты правда. Некоторые рейсы были спланированы в тюрьму. Эта сомберная века оставила нас разрушена война, пестиленция и фамилия. Но из хейтреда и мистерства Роза Хелиос. Кэпри. Это наш солнце. В центре нашего универска. Это огромная причина. А вот это похоже на ту дверь, одну из которых там сзади скрывала. Окей. По-моему, нас сейчас будут немножко ликвидировать. Ты снова. Моя свет – это ложь. Кто ты? Повторяйтесь, и когда мой сигнал приходит, вы узнаете. Ох. Эй, шпионы. Класс. Окей. Хм. Какая интересная комната по убийству. Слушай. Прям кайф. Ждите руки. Мы не хотим�� yarch, Айана. Но мы. Хммм. Как необычно, да? Какая необычная необычность. Хммм. Мы не хотим тебе причинить вред, но причиним, ну, потому что почему бы и нет. Собственно, они пытаются всех нас истребить. Логично. Пациент Тень-1. То есть, наших, в принципе, должно оставаться ещё прилично, просто их выкашивают нормально так. Интересно, то есть отсюда я туда прыгнуть не могу. Немножко грузенько. Блин, ну, камера здесь играет, ёперный-переёперный, моё почтение. Интересно, как мне туда доплюнуть? Хмм. Окей. Хмм. Хмм. Ещё я, кстати говоря, не могу вернуться на точку, если я выпрыгнул из стены. То есть, выпрыгиваешь из стены, обратно стены ты не заберёшься. Хмм. Мне интересно посмотреть, насколько, в принципе, они далеко видят. А ещё, судя по всему, здесь шуметь нельзя. Хмм. Где эта зупа? Ты сам у меня? С одной стороны, можно, конечно, их просто обходить. Благо, те одни тебе это делать позволяют. Но, с другой стороны, это не так интересно, как убить их всех. Правильно? Правильно. Хмм. 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 Ещё очень интересные, собственно, ммм. Намалёвки, которые тебе типа позволяют видеть, где ты можешь ползать, а где нет. Или где тебе, скорее, нужно ползать, а где нет. Музыка указывает на то, что где-то рядом жопа. Музыка указывает на то. Воз produk себя. Об J. К Почему? Уоуу. Прилучили структуру. Оууу. Музыка. 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 интересно я как-то перед ним оказался жалко нельзя при обместении нажать короче правую кнопку мышки для того чтобы атаковать его ты должен вылезти из тени правильно рассчитав расстояние блин как ты вылезаешь и только после этого его бить и от косяк еще судя по всему они твои шаги слышат ссылки здесь опа нифига себе но они прям очень замечательные и еще нельзя ничем свет вырубать то есть я не могу ничем в свет стрельнуть чтобы его отрубить нафиг вроде ножик то есть а вот долбануть по свету почему-то нельзя странно мя фак полым интересно когда разрабам будет не настолько наплевать что чтобы они делали сюжет который мне будет предсказывать после первых пяти минут знакомства сыграй ну и знает то есть на на отчеты такого особого можешь придумать если будет что-то вне сюжетно но геймплейно ориентированно хорошо настолько что попытались убить но мы должны работать алими но а я не юрс очень нравится что типа тебя говорят что ты не наш враг ну смысле мы не твои враги но при этом они попытались нас убить гениально блин б медали медали свирепость призрак жалость тела обнаружено ау тут оказывается можно было еще тела обнаружить какие-то жалко не показывается что дает тебе ну призрак наверное ни разу не заметен но чё дает жалость типа никого не убить странно не я не то что буду стремиться ее на сто процентов проходить это скорее врагами тел врагов ты думаешь может тел тела все-таки живых и 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 Нет, 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 нет! Подожди, мы вниз! Ох, у нас сейчас с этим ящиком, не? А было бы вполне логично, если бы нашим ящиком бы завалило. Ох... О, моя головка... Повторяется. Повторяется. Хе, что-то забавно. Окей... Помоги. Хе, нужно помочь. Хм... Эй, у вас есть. Уходи! Ну, богатцы... Это я, Айана. Остань с мной. Я покажу твои... Циркуты... Ах... Я не получу ответы, пока я ее защищу. Может, корабль у нас есть упаковки. И она не нужна для этих инструментов для немного. Я не могу узнать, почему она меня спасала, пока она осознанна. Самодельные инструменты для взлобы некоторых устройств гелиуса. Хм... Окей... Оу... Тебе тут сразу показывается, что у тебя здесь тридцать восемь врагов. Три сферы и два гаджета. Хм... Окей... Возможно, локации в этой игре достаточно охренеть большие. Nope, no medkit. Ммм... Ээээ... Я так сильно подозреваю, что наверх мне тут забраться не дадут. Да, то есть... В теории я переползать по всему могу. Но по камушку нет. Вот почему-то конкретно по вот этим камушкам переползти нельзя. Ну, потому что. Игровые условности, да. Так я по всему могу ползать. Абсолютно. Кроме камушков. Угу. И светяжки мне моментально делают брррррррррррррррррррр. Допустим. Ммм... Там ещё вкуснёшка есть. Не, ну наши героини задницу еще неплохая, в принципе, смотреть приятно. Я могу сказать то же самое о тебе. Я могу сказать, что это не было лучшим. Немец Мира. Так, где мы, Мира? Сад, окрестный холд. Дорунташ. Ага, так что, почему ты меня привезла сюда? Я могу сказать, я мог бы оставить тебя в гробе с Хелиосом. Большое работа там, кстати. Смотри, ты помогла мне, и я обречу это. Но мы не друзья. Скажи мне, почему я здесь. С точки зрения, я это уважаю. Мы здесь, чтобы встретиться с Солданскими. С террористами? Окей, я предпочитаю правительственников. Смотри, Хелиос живет, и мы нужны твоей помощи, чтобы доказать это. Я? Я не один. Серьезно? Так что ты не первый Аэробон, который мы слышали за годы? И Хелиос не пытался поставить тебя в какой-то устройстве, который делает, Бог знает что. Моя плохая. Смешайте, чтобы идти на свой день, Айана. Они... Они были что-то странное на этом устройстве. Это... Это привлекло память. Да, Гаскар есть такое. Моя люди. Серьезно? Может быть... Хм... Я имею в виду, это может быть... Оу... Ээээ... Ты хочешь поделиться свои думки там? Хе, да. Окей, так, Хелиос нашел что-то здесь. Как энергии, но больше, чем так. Действительно, старые. Может, Аэробон. Они называют их Экос. Экос? Смотри, я все о том, что я делаю информацию, но... Моя головка болит. У меня есть сад в местах, которые не должны быть. Ты должен поговорить с нашим главным. Сет, первое. Скажи мне, как их найти. Да, ух... Наверное, не где я оставил их. Группы секретных террористов должны быть мобильными. Но этот гаммер, который нас уехал, это блокнотный комс. Мы должны связаться с ними и получить их новую локацию. Мы? Или... Вы имеете в виду, что я? Я не противник. Я собираюсь как много, как я могу, от этого корабля, пока Симы берутся. Вот, возьмите мой кодек. Позвольте мне, когда ты возьмешь его. О, и еще одно. Ты приятно с моими локациями, на одинаковое состояние. Вы можете оставить локацию о том, что ты видишь? Мы не получаем много информации от области. Вы можете использовать кодеку. Конечно, Мира. Ничего еще, когда я уйду? Классный пиво? Может, красивый пилот? В самом деле... Ты и я будем работать хорошо. Добро пожаловать. Да, на это. Ну, как игра за последнего представителя какого-то там редкого народа, это немножечко странно выглядит, но да ладно. Запчасти. У-у-у-у. Мне вон в те жопя надо. Но, опять же, никто перебраться через вот этот уступчик мне не даст. Ну, потому что уступчик непреодолим. Вот. Совсем. К сожалению, мы можем перекарабкиваться через все, что угодно, включая вот эти ящики, но через уступчик... Не-е-е, нахер. Никак. Это интересная светяшка. Я думал, что... А, ну да, логично. Я же могу просто перебираться и все. Но вот почему я не могу отключать вот эти светильники, это вопрос прям супер охрененный. Было бы логично, если бы можно было бы чем-нибудь кидаться, ну или хотя бы своим мечом отрубить его. Кстати, тоже интересно, почему у нас меч никакой не забирали. Очень интересный лор. Угу. Очень. Особенно про трубы. Рандомные. Так, через... Во! Через этот уступчик можно забраться. Хорошо. Хорошо. Тут еще все дело в изучении мира самого. Судя по всему, здесь расспросано-то много всего. Я не знаю, насколько хорошо засекречены те же теневые сферы, например. Которые, по идее, нужны. Для прокачки способностей прокачиваться хочется. Ага. Сюда никак. Нет, уступчик. Помним. Ага. То есть, мне надо вон оттуда вот туда проплюхать. Нет. Ту-дун-тун-тун. О! Меха! Так, Мира хотела репортируй. Звучит. Эээ... Эээ, это я. Айяна. Овер... Почему я сказал это? Так шутка. Хорошо. Эээ... Репортируй один. Другой универ. Хелиос не разговаривает. Она самая. Так я могла его отсюда. Или сбежать. Он таки намекает, что я должен оттуда прыгнуть на него. Но замечают они, типа, реально мое почтение. Проблем с замечанием тебя любимого вообще никаких нет. Интересно, можно ли пробежать... А, ну... Чё пробежать? Я же могу прокраситься просто. Короче, не как Payday. Вообще ни разу не Payday. В плане замечания. Угу. Там, конечно, усупчики любопытные. Стены тоже покрыты специальными светяшками, чтобы было видно, что ты там точно не сможешь по стенам ползать. То есть, грубо говоря, игровые условности есть везде и просто так по стене поползать мне не дадут и уйти куда-нибудь мне тоже не дадут. Вау, это место огромное. Я не могу, чтобы выходить в тень. Но зажимая правую кнопку мышки, как мне кажется, ты должен иметь возможность просто так нажать левую кнопку мышки и сразу нанести удар. Нежели выходить из тени, хрен вы пойми куда. Хе-хе, ворк, ворк. Хе-хе. Хе-хе. Э-э-э. Э-э-э. Ха-а-а. Ха-хе. Ага. Интересно, сколько они сильно замечают трупаки. Тоже любопытный вопрос. Ну, куда проверим? Непонятно. Может быть, пока не можем. Может быть. Труп замечен? Или я думаю. Ага, труп замечен сейчас. Интересно, если труп замечен, они же, типа, не могут его чинить? Чинить должны другие чуваки. Должно быть ветер. Да. Так, нам надо вон в те жопя, по идее. Мне интересно, что тут по исследованию миру в итоге получается. То бишь, например, туда залезть? Интересно, этот уступчик дает? Не. Уступчик, ёпты, помним. Окей, если сюда. А. Мне здесь невидимая стена не дает прыгнуть. Мне это чем-то прыжки из ТСО уже напоминает. Окей. Посмотрим. Поломать игру, в принципе, мы всегда успеем, я думаю, да? М-м-м. М-м-м. Ню-ка. Что, уступчик? Или нет? Ау. Я не могу там задержаться. Обидно. Так, скала везде с уступчиком. Окей. Допустим. Ящики разбивать нельзя. Здесь вообще, на удивление, просто так махать оружие нельзя. Пушки она применяет только по необходимости. Ага. Е-е-е-е, лор. Найс. Я нашла детский журнал. Порошее. Порошее. Пусть у нее была семья, которая любила ее. Окей. А. Теневая пыль. Значит, мне надо искать вот такую мелкую шляпу. Это немножко грустно. Еще одна жопа. Пусто. Вата. Толк не поворачивайся. Толк не поворачивайся. Ну, вообще, по всему, по этому уровню пройтись будет относительно тяжко. Чтобы прям все зачистить, ничего не упустить, это прям, ну, сильно постараться надо будет. Типа того. Как там? М? Угу. То есть, ничего из этого я еще не нашел. Любопытно. Ну, кстати, девайсов, судя по всему, будет достаточно много. Это прикольно. Так. Куда мне надо? В принципе, туда перебираться можно. Раз. Туда бы посмотреть, наверное, два. Плюс у нас там роботы ходят три. Окей. Пойдем сначала туда, наверное, посмотрим. Поглядим, что у нас тут будет. Скорее всего, там наверху что-нибудь вкусненькое есть. Можно здесь даже проверить. Фиг знает, насколько здесь хорошо секретки распиханы. Ммм. Я должен остаться в районе. Ммм. Ммм. Она мне... Ну, во-первых, там нет секретки никакой. Во-вторых, убежать она просто так мне не дает. Плюс я не могу сюда забраться, потому что совнышко. А в тени у нас уступчик. Потому что не хрен да тут. А если тут что-нибудь наверху. Ну, там, кстати, наверху тоже ничего не видно, чтобы что-то было. Ладно, пойдем дальше. Второй эндермайн выглядит круто. Неплохо. Я бы не сказал, что прям круто. Он достаточно сильно похож на первый эндермайн. Посмотрим, что одни там новенького добавят. Помимо коопа. Еще одна пылька теневая. Так, я помню, что здесь двое было. Ага. Окей. Допустим. Что-нибудь наверху будет. Нет. Скорее всего, локации такие обширные, просторные. Для того, чтобы ты мог как бы проходить все по стелсу. Там я, собственно, наверху нашел шнягу, да? То есть я могу просто так всех обойти на похрен. А можно просто так всех убить на похрен. Тоже вариант вполне неплохой. А-а-а. Сфера целая. А как у нас П прокачку, по-моему, было, да? Окей. Две сферы будет ускорение. Окей. О! В этот раз в тупике хотя бы что-то есть. Нойс. Так, в смысле? Здрасте. Здесь тупики нету ни хренажки. Здесь есть небольшая невидимая стена. Та-а-а-ак. Там пердел карты, туда тебя просто не пустят, значит, нам просто дальше туда идти. Забавно, что, по сути, это у тебя хп нету, правильно? М, интересно. Ого. Окей. Радар работает достаточно далеко, и это хорошо. Я не уверен, что он показывает предотбираемые предметы, и это плохо. Ну, ладно. Вот это чинилка, кстати. Судя по всему. А... Я бы хотел чуть-чуть бы, блин, камеру подальше отдалить. На полшишечки. Ну, не вычел, смотри. Как выхорошал Ереван при садяге. Я, наверное, все же хочу поставить себе челлендж всех убить скорее, нежели всех пройти по стелсу. Всех проходить по стелсу не так интересно. Хм... Хм... Сейчас дождемся этого чувака. Посмотрим. Микросферку я вижу. Вот он. Окей. Стрим тормозит. Там, оказывается, еще один есть. Понял. Ачивка дать трем одновременно себя обнаружить. Нойс. Сандер вообще для чего? Для того, чтобы врагов, скорее всего, скатнить. Понимать, что, как и где. Но... Честно... Глазками это делать намного проще. Звук на несколько секунд. Звук компрессовался в одну ускоренную звуковую дорожку. Бывает. Странно звучит, конечно, но бывает. Мне интересно, вот тот чувак заметил вот этот труп, получается, что ли? А, нет. А вот это, кстати, блинство. Они меня даже через тень в итоге видят. Я с этим даже делать ничего не могу. Обалдеть. То есть, одни меня видят, даже если я ухожу в тень после того, как они меня обнаружили. То бишь, обнаруженным быть вообще ни при каких обстоятельствах нельзя. Это уже тогда больше на шахматы похоже. Очень любопытные шахматы. У меня в основном проблема вот с этой жопой, которая меня очень сильно замечает. Окей, например, теперь его. А то, что тут трупаки... Нихрена себе они замечательные. У меня появился значок, что его можно обезвредить прямо на миллисекунду. Этого, видимо, не хватило. Ну, они прям жесть здесь замечают, конечно, да. Игра не прощает вообще ни разу. Если тебя заметили, как бы, да, сам лох. Причем на открытом пространстве, даже если ты в присты, замечают прямо, ну, очень хорошо. И, судя по всему, когда я убиваю вот этих роботов, шуму нет. Но если я, не дай бог, прыгну где-нибудь, то шум будет. И это немножко грустненько. То есть, его мне надо именно обходить. Да, блин. Ага, эта хрень в меня стреляет фигней, которая мешает мне в тень спрятаться. Я не вижу в этом все равно смысла, потому что тебя даже через тень все спокойно видят. Поэтому какой смысл прятаться в тени, если тебя все равно знают, вычисляют, если тревога поднялась. Надо, наверное, все-таки более терпеливо, мы будете подождать. Либо его сливать вон там. Это уж вполне себе варик. Интересно, на обратном пути, может меня здесь заметить или нет? Окей, так лучше. Однако есть еще вон та хрень, которая для меня огрелась периодически. Вот то фак нахер жить. Не, от них убежать вообще не вариант. Смотри, даже если я в тень прячусь, не, она меня все равно находит моментально. Я не знаю, может быть от него потом как-нибудь убегать можно будет все-таки, но... Пока это выглядит как-то глупо, что ли. Мне пока не очень нравится, что если тревога поднята, то ты от тревоги никуда не денешься. Это прям блинство. Прям таки серьезные. Хорошо хочешь, чтобы воды одни не слышат, она там спасибо, что ты по воде шагаешь. Если бы еще воду надо было контролировать, то совсем трындец был бы. Интересно, а фастсейва здесь нету? Погоди-ка. Прыгнуть, хлопнуть в ладоши. Интересно, вот если я хлопну в ладоши, а он пойдет к этому месту или нет? Особая кнопка третьей главы. Ладно. Пойдет. Пойдет. Так, допустим Очень хотелось бы автосейв Прямо сейчас вот бы увидеть Ну да ладно Не, реально, скорее всего для меня это будет Просто головоломка Убей всех врагов особо из-за очередными способами О, сохранение контрольной точки, другое дело Допустим Я не знаю, надо ли мне сюда в итоге наверх Но, скорее всего да Окей Окей, не только лишь сзади можно атаковать Я понял Атаковать можно с всех сторон Главное, чтобы тебя не обнаружили при этом А, тут ничего нету Надо бы лутецки еще проверить внизу, наверное Если мне уж всегда по сути надо Надо бы прикиднуть, что у нас тут есть Еще раз контрольная точка Это, походу, еще одна лока Карта здесь, к сожалению, не помогает Да Но, ее нет Просто Фига себе я через крышу просочился Ладно Забавно, что у него Конкретно у этого чувака Фонарика не было Которым он путь перед собой бы освещал Вижу лут Это хорошо Внизу лут не особо видно Это плохо Еще один чел А-а-а Я здесь забраться не могу Жопа Блин, здесь везде нахрен уступчики Нафигеть теперь И вот эта вот лампочка мешает пройти, собственно, туда М-м-м-м, блинские уступчики Это, видимо, специально сделано для того, чтобы я мог обратно выйти Ой, да ладно Ладно, я пробегусь Может быть, даже робота надо бы слить Вот этого, да Либо его надо по очень широкой дуге обходить Либо одну из них И там еще один Хрен с ним пока Так, меня интересует вон тот лутецкий А лампочки разбивать мы не умеем Туда наверх я тоже попасть не могу Мне здесь прыжка просто не хватит Может быть, когда у меня какой-нибудь типа рывок откроется Может быть, тогда, да Да ладно О, окей Вот что значит тела обнаружены Окей, Агаскар, ты прав был? Ну, че это значит Просто на его же месте, чувак новый, да? Допустим Фиг знает, последний он или нет, ну Чего? Оу Да ладно Я че, с каждого могу собирать? Нет Так Погоди-ка То бишь, на некоторых телах есть еще и лут Только тебе про это, во-первых, никто не говорит Во-вторых Оно не сразу показывается У него пузико светилось Так Ну-ка, ну-ка Оно тебе было? Нет Может быть, от того, что его нашли Ни на ком, ни на ком больше лута не было Такое чувство, как будто это от того, что его нашли Так Еще лутецкий Окей Как мне пройти туда? Как мне солнце погасить? Отличный вопрос А че там проплывает я че? Я вот это вот теть немного не понимаю А вон они Хрена себе Окей, возможно Да Это та самая тень С помощью которой мне надо туда перебраться Главное, чтобы заряда хватило Да Определенно, точно Еле-еле хватает Забавно Так Миро, я found an abandoned workshop with a Helios crafting station If I had a tech card, I could craft Something Окей Если бы только вне-то те карты была Но судя, если мы нажмем Эб, мы видим 0 из 2 Возможно, она тут есть Но это не точно Окей Нам надо только лутецкий слева, получается, собрать Все Тут, возможно, наверху еще что-нибудь есть Да Наверху что-нибудь тут есть Только меня наверх не пускает Угу Вот, первая технокарта, собственно Секунду, ребят Попить бы надо А мне, в принципе, еще эмбиент нравится Музыка на фоне не такая плохая Так Сек Забавно, что здесь даже АФК-анимация есть Так Эмммм Две технокарты на лучший саднар Ага Окей Хмм 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 Я прям даже не знаю Я бы сказал, что я хочу покопить и радар второй сделать Кстати, про радар второй Да, у нас тут все четенько, чистенько Зашибись Окей Вкусняшку Днем Окей Ну, собственно, вроде больше здесь ничего интересного нет Можно двигаться дальше Какое боговое место выхода, капец Окей, значит, у нас есть путь туда-дна вверх, либо туда-дна вверх Я бы сказал, что я сначала слева бы хотел посмотреть, потому что мне кажется, что дальше это та, куда надо А сюда А сюда это какой-то доп Будет Возможно, я ошибаюсь, но... О, лут Окей, надо все-таки действительно каждого смотреть, кого я сливаю На предмет наличия лута И у него пузико должно светиться, тогда на нем лут будет Это не светится Окей Там наверху ничего нет Теневая пыль нужна для прокачки? Пока непонятно Потому что теневая пыль и запчасти у тебя здесь не показываются в плане найтинок Значит, они нужны просто для чего-то Сколько я, кстати, еще 21-38 скилл Окей Дваааай Я ж там был по идее, правильно? Да, я там был Окей Интересно, за пределы карты мне кто-нибудь здесь выбраться даст? Скорее всего там просто смерть будет Окей 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 Ааа Дикс Круто! Это к вопросу пересливать всех, да? Хммм Окей Окей Этого синего можно, в принципе, будет слить здесь Что-то Надо только дождаться Когда он туда подойдет Окей Окей да я думаю здесь но прыжком сверху я не думаю что я прям хочу до него сейчас идти допустим допустим и все же было бы прикольно если проботу можно было бы перетаскивать так что насчет хлопка возможно это звук который поможет вблизи триггерить роботов нет окей это было что-то очень резко и очень стрёмно от этого я не уверен что я у них прям на глазах смогу слеть охренеть они резко реагируют так ну-ка не реально прям четкий радиус нужен м стоп м м м м м м допустим минут хрень и стрёбная что забей мой следующий клиент это вот он надо палец подальше от в убрать наверно чтоб не хлопать лишний раз это мы читали уже короче через окно перебраться нельзя блин зараза прыгнул на светлую сторону не на темные за это надо было вообще в прыжке атаковать я туплю его надо было именно слить в прыжке нажал пкм но прыгнул к сожалению на темную сторону не на светлую ох ёпты все заново ладно по крайней мере помним где прыгать надо хотя бы может к нему прыгнуть и не надо будет даже вот этим вот чуваком капец стрёбно когда ты хлопать начинаешь что-то не слышно так пойдет ни хера туда же гранаты есть до вы болит до 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 так окей я думаю можно похлопать конечно я такого не ожидал вот согласен да спасибо тебе то что за подписку действительно охренеть двойное охреневание вместе с нами вот как их теперь по одному выстегивать это вопрос супер офигенный они вроде как успокаиваются дно вроде как и нет вот этого чувака от надо первую очередь наверно ну офигеть теперь давай сливай меня полностью я не сумел вот в эту дурку попасть она у меня постоянно пыталась попасть на стену в этом плане конечно очень неудобно окей если я попробую сет эстрадный затем мне понравился фишка в том я не могу даже чуть-чуть прыгнуть на заборчик потому что это моментально видят и это очень серьезный косяк даже на место на месте скорее всего я прыгнуть просто не могу потому что это моментально увидят услышит вернее даже не увидят услышит и вот то что я не мог забраться меня поставить на стену пихала это конечно тоже косяк ты не можешь да я не могу перебраться через дверь мне кажется если похлопать то потом эта толпа нахлопать тебе по одному месту очень может быть даже нахрен спорить с этим не буду вот снова одно у меня я попробовал просто типа мягко приземлиться не хрен там но при этом убийство в прыжке шум не создает простой прыг на месте это прям забей вообще а убийство прыжки от нее нормально осталось короче немножко страдные условности назовем это так по моему здесь ходунов больше не будет по моему они все на другой части остались если он сюда может пройти наверно а может быть и нет о добыча две кайф ты а а а а а если он сюда пройдет то у меня жопа не ну по крайней мере не сюда идет идет туда на центр он просто кругаля дает да а не давай подожжим его тут и здесь его тоже с прыжка садим еще добыча так окей по сути у нас два стою дна осталось и вот тут вот очень классный вопрос а как мне двух стоячих сливать я сюда быстро перебраться никак не смогу как все как так оставь что б он как вот что Ты посмотри, как они быстро двигаются, это же просто трындец. Я думаю, я успею прыгнуть на одного и тут же. Нет, не успел. Фак. Она не долетела, блин. Жопа. Она просто до него не допрыгнула. Наверное, самая большая шляпа это то, что тебе надо реально каждый раз вот это все заново проходить. Это прям не очень. Нет тут никого. Аааа, в этот раз у них добычи нету. Аааа. Значит, добыча все-таки рандом. Если она такой рандом, возможно, ее будет, в принципе, много и насчет этого переживать особо сильно не стоит. Но неприятненько, конечно. Сейчас у нас тот чувак сюда подойдет тоже. Вот как мне с двумя центральными справляться? Непонятненько. Мне бы надо сделать как-нибудь так, чтобы они были... Падла. А! Я не могу спря... Та-та. Так, на меня посвятили. Меня ушатали в стене. Ужас. Мне надо как-то хлопнуть так, чтобы услышал один, но при этом не услышал второй. Я не знаю, как это так сделать. Так. Брысь. Это мы собрали. Лучецкого у них нет. У тебя тоже нет. Окей. Сейчас подождем патрульного. Здесь преимущество очень хорошее. Это то, что ты можешь залезать куда-нибудь повыше. Факт. А у врагов преимущество в скорости и в том, что они меня ваншотают. Тоже неприятный факт. Мне интересно, почему она после атаки из приседа выходит. Она как бы в приседе должна быть, но как бы из приседа после атаки выходит, а это очень странно. Иногда весьма сильно мешает. Так. Теперь вот в этом, чуваке, делаю. Ну, получается справляться уже побыстрее, конечно. Когда все нахрен вокруг. Знаешь, вот то, что она не допрыгнула туда, это, конечно, косяк. Не то, что квик-сейв, квик-лоуд нет. Это уж, блин, косяк. Так, видишь, что фил пятно? Я знаю, Лео, я про это уже говорил. Может, надо было гранатой или предманку сделать? Ну, может быть, если одного проэлектрошотить. Чить. Неважно. Другого можно, конечно, сливать тогда спокойно. Так, как бы мне привлечь внимание одного-то. Интересно, я, по идее, на тот верх могу забраться? А, не, им похорем, слушай. Не, не могу. Меня моментально кидает. Давай, иди сюда. Они бред на месте остаются. Ну, чё за жопа? Я не уверен, что если я сейчас прыгну на одного, то второй такой, ну, ок. Я могу попробовать, конечно, переигрывать всё равно достаточно быстро. О-о-о, не забрался. А там солнышко. Единственное место, где были можно забраться, там нахрен солнышко. Не, ну это почти сработало. Почти. Благо, теперь мы работаем быстро. Всё нормально. Да, с этими двумя проблемами будут очень конкретные. Можно попробовать наверх залезть и действительно сделать себе всё-таки какой-нибудь гаджет? Для стана, например. Можешь просто зайти против бима? Я тебе говорю, типа, челлендж, убить всех. А, лут. Лут, это святое, да. Ещё косяк то, что одна, когда берёт лут, она остаётся на месте. Я не могу двигаться при этом несколько секунд. Тоже не очень приятно. Так, ну, пока он подойдёт, я успею вот этого слить, наверное, уже. Иди сюда, мой сладкий буба-лех. Не замечает. Окей. Дальше у нас идёт... Здесь чувак. Вопрос, где он идёт? А, он стоит. Окей. Нормально. Допустим. Всё. У нас остались опять два стою дна тех. Так, давай посмотрим, что у нас наверху там. Я, кстати, не знаю, мне надо опять вот это трогать или нет. На всякий случай потрогаем. А, мне надо с другой стороны пройти. Вот с этой вот. А, тут про сферка. А почему бы не взять эти винтовочки, блин? Ну, лежит же. Халява. Офигенная. Возьми винтовку и стрельни в робота. Не, блин, нахера она. Не по-христиански это, да. Сработает? Не, если у них агр не жёлтый, то не работает, да? Тревог поднята, да ладно? Тревог поднята, да ладно? Ага. Сим has been neutralized. Так. This one was attacked. Ох, у меня тело обнаружено сейчас здесь будет. Вообще забей. Еееей. Сим has been neutralized. Ты куда? А, тут нету. Так. Окей. Всё нормально, всё хорошо. Я всё ещё жив. А, надо на того чувака выйти как-то. Блин. Меня прикалывает. АИ будет думать, что он один остался и всё. Окей. Фух. Слава яйцам, ёпты. То есть, хотел гаджет делать. Я думал, он здесь делается. Ну, я же видел, что чё-то наверху есть. Но нет. Я думал, что здесь наверху такая же фигня, чтобы сделать гаджет. Не прокнуло. Так, всё? Тут больше нихренашки нету? Как только я понимаю. Так. А я по центру шнягу взял или нет? Нет. Шняга по центру. Окей. Допустим. В принципе, всё. Давай, на всякий случай, дальнюю комнату проберю снизу. Потому что я там, по-моему, не был. Если туда войти, вообще, в принципе, можно. Нет. Нет. А сюда войти нельзя. Окей. То есть, вот под нами есть, как бы, комната, но туда пройти нельзя. Окей. Ладно. Допустим, на этой локации всё. Хорошо. Сколько у нас осталось? Так, это надо... 28... 10 штук ещё. 10 роботов осталось. Обалдеть. Ну, типа, игра реально из себя представляет какие-то шахматы, скорее. Прикольно, конечно, но... Немножко всё-таки странно. Окей. По крайней мере, здесь контрольная точка ещё будет. Мне не придётся снова всё это переделать. Качнуться не можешь? Насколько я... Насколько я понимаю, что здесь вот эти вот я пока никак не могу использовать в принципе. А для качания... А, да, две же. Секунду, ребят, чё? Могу, да. Чё дальше ничего только нету. Странно. Так, ну-ка. О. У меня моментально выковыривает. Причём с таким лагом лютым. Погоди, а как? А, шиф. Странная фигня. То есть я могу при полной зарядке два раза шифтоднуться и всё. Так, чё у нас есть? Двое там ещё. Здесь вроде нихренашки даже нету. Окей. Блин, мне эта локация уже родной нахрен стала. С такими-то приколами. Интересно, на чём... А, они вдвоём поехали двигаться. Точно. Я забыл, что у них ещё и гранаты есть. Ха, тело... Ха-ха-ха. Тело обнаружено. Просто тупо рядом с ним, чувака, убил. Ммм, тело обнаружено. Всё? Никого больше рядом нет? Окей. Интересно, где я ещё... М. Где я ещё восемь... Ну, видимо, это ещё не всё, судя по всему. Где-то восьмерых я ещё потерял. Туда надо попробовать зайти. Девчонка прикольная. Мне, кстати, в принципе, разговор нравится здесь. Не так плохо. Немножко кринжатинки навалили, но, в принципе, не так плохо. Тут на поле ничего нет. Я бы сказал, что мне надо по столбам пропрыгать, но на самом деле нет. Нифига. Тут всё спокойно пробегается. Окей. И тут? Нет. Я должен дизаблить джаммеру сначала. О, лол. Окей. Меня сюда не пускают. Видимо, будет там, но потом. Судя по всему. Чё? Сканер чё-то прочухал. Забавно. Долго перезаряжается сканер. Я не знаю, почему он так долго перезаряжается. Забавно. Кто-нибудь чё-нибудь красненькое видит на экране? А, это, наверное, не красненькое, это мне показывает этот задание. Окей. Чё у нас в итоге? Два из трёх, один из двух. Где-то ещё один гаджет и ещё одна теневая сфера. Ну, давай здесь немножечко посмотрим. Там чё-то зелёненькое белеется. Окей. Липкое дело. А. И везде, как обычно, нахрен уступаем. Мм. Рельсы в полуоткрытом мире. Фуд. Ну, я бы не сказал, что всё-таки это полуоткрытый мир. Не. Это просто большая локация для того, чтобы ты мог её пройти, как бы по стелсу тоже. Вообще скипай всех. Ни с кем не теряйся. Почему бы и нет? Окей. Окей. Мира, я встал. Давайте посмотрим, что они спрятают. Дамет. Я не могу закрыть джеммеры от здесь. Я буду следить, чтобы проверить сигналы и обеспечить его в основе. Где ты пришёл, да? А. Понятно. Теперь. Я просто хочу идти. Окей, вот теперь эта локация открывается, да. Вопрос. Есть ли у нас тут чё-нибудь прикольненькое? Судя по всему, нет, кстати. Интересно, реально, от падения можно сдохнуть или нет? У меня, по-моему, только что контрольная точка была, да? Всё нормально. Даже сюда никакой лут не запихнули, обидно. Ну-ка. Йоло. Не, ей норм. Я просто делаю много шума и долго встаю с коленок. А так, в принципе, норм. Там больше ничего нет. Ну, будем надеяться, что гаджеты сверху все находятся вот здесь, потому что... А то получится, как в Сириус Сейбе. Вроде все смотрел, опять секреток пропустил. Обидно будет. Что скажешь? Выступы, 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 выступы. Я живу в городе всю жизнь. Этот город... чувствует так разно. Взрослый. Взрослый. Но в какой-то очень слабо. Здесь. И это храм. Это выглядит как странный город, для сигналов, который приходит. Окей. Ладно. Так, вопросики. Значит, мне прям-таки краска говорит, чтобы мне надо сюда. Ок. Возможно, розовый, в принципе, обозначает место, куда мне надо бегать, да? Но тут вопросик встает по поводу теневой сферы и гаджетов. Если они тут, конечно, есть. Здорово. Ну, сюда хотя бы запихнули что-нибудь, спасибо. Сейчас на той стороне еще проверим. Не, быстрее не получается, чем бег. К сожалению. Немножко пропасть. Хотя... Там какой-то такой эстрадный уступчик внизу. погоди-ка. Уступчик, уступчик, уступчик. Ну, скорее всего, мне надо просто по правой стороне пройтись и все, сейчас. Все будет орк. Там тоже вроде ничего нету. Окей. Очень любопытно, что погаджет эмофера, но ладно, пойдем пока дальше. Здесь вроде бы ничего такого нет. Если мне, конечно, не надо будет наверх на какой-нибудь... О! О! А вот тут внезапно чуваки уже тречатся. А-а-а-а... Я туда не заберусь, да? Окей. Водопад. А секретки под водопадом нет. Фу, такими быть. Как это водопады без секреток? В смысле, ебта? Так в жизни не бывает. Так. Окей, журнальчики. Ну, в принципе, на самом деле игра показывает себя пока очень неплохо. Мне она нравится. Работает нормально, грузит. Давай проверим еще раз диспетчер задач. Грузит не так сильно. Особенно если графит немножко преуменьшить. То есть, ну, типа, вполне ок. Растекаться лужицы можно. Забавно. Задница у главной героини неплохая. Тоже ничего так. Тоже в плюс можно записать. Правда, в белых стонах у черных лучше выглядит. В белых такой себе. Так. Окей, третья сфера есть. Например. Осталось гаджет где-то достать себе. Еще один. Так. И понять, как перебраться туда. Потому что там роботы стоят. Поверху. Ага. Как скажешь. Ну да, вон она. Прям показывает, что поверху перебираться надо. Вот как тут двоих заколбасить. Насколько долго он там стоит? Не очень. То есть, мне надо пережить, одниматься, заколбашивать не вот этого, и при этом успеть подкрасться к тому еще. Хммм. Шаг не читун. Шаг выше чего? Это пробник или я? Это... Насколько я понимаю, это релиз. Плюс... Ну... Ну... Полный релиз, короче. Не, нет, это не демка. Сейчас я посмотрю, это родни доступа. По-моему, это не ранний доступ. По-моему, это полноценная игра. Да, это полноценный релиз игры. Просто вот. На. Ну, кстати, неплохой релиз, надо признать. Опять же, без багов, лагов, вылетов, все дела, это прям... Здорово. Инди. Угу. Сейчас на инди шатину. Вся надежда остается только. А еще выше можно? Нет, еще выше нельзя. Эй! Фак. Прыжка почти хватило на эту дичь. Ну ладно, тогда заберемся сразу сюда. Ммм... Там гаджета вроде никаких нет, наверх меня забраться не дают. Жопов нигде нету. Ладно. Ммм... Вкусняшка. Уступы, уступы, уступы. Это мне, видимо, туда прыгнуть надо. Мне интересно, есть ли здесь что-нибудь наверху? Есть ли что-нибудь там? Слушай, там дырка какая-то интересная. Так, подожди. О-оу. Фак. Фак. Упс. Всяк неплохо релиз, так же, всяк видюха в красном. Не, ну видюха в красном была одна чуть-чуть, пока я не... преуменьшил чутка с ультра... с ультры на высокие. И с видео стало все нормально. Так что... Ты помнишь, что у меня 20-70 как бы, да? Я не на 40-90 играю. Глюков нет? Нет. Лагов нет? Нет. Вылетов не было? Ну, пока не было. Это можно вполне себе считать успешным релизом. Эй! В смысле ты насквозь проваливаешься, ёпта? А ну, стоять. Жопа. Вот. Рот его наоборот. Нет, этот... Блин, я уж подумал, что там какое-то лут, а это солнечное пятно, зараза. Ну, кто так делает? Ёпта, Михалыч. Так, ну-ка. Тебе не дают тогда пройти. Там невидимая стена. Ладно. Допрыгался кенгур. И гаражусь, между прочим. Зато буду знать, что примерно никакой секретки я не пропускаю. Важно, нужно, полезно, чудесно. Но там, видимо, реально ничего нет. Пролом-то есть, но... Да, наверное, туда... нету смысла пока прыгать. Врагов пока все еще не видно, хотя их должно быть... 6 еще. 20-70 это очень хорошее видео, когда производительность от 40-90 не так сильно отличается. Но поэтому я до сих пор на ней, мне хорошо. Да, я согласен. Но тем не менее. Не, реально, релиз очень неплохой, на самом деле. Так. А! А, ну, ладно, окей. Не, ну если я проваливаюсь насквозь, тогда ладно. Релиз от этого менее хорошим не становится, если что. А может быть на этом уступчике есть секретка? Да. Ну, ничего бывает. Подумаешь, но клипный уступчик с кем не случается. Ладно, пойдем. А, надо было сначала сюда, вот контрольная точка была. Я вижу там возможность прыжка. Я не вижу здесь возможности никуда забраться. Я слышу, она прикольная. ГГшка мне нравится. Главный наш героин, она звучит очень неплохо. Здоровья, Гага. Приятного дела. Никого? Никого? Я, конечно, посмотрю, но очень аккуратно. Что-то не хочется через текстурки еще раз проваливаться. Ладно. Пойдем наверх. Окей. Ох, е-мое. Минус глаза нафиг. Ага. Иногда минус глаза прям сильно очевидные. А вот остальные шесть. Короче, в итоге наверняка кажется, что вот эти вот теневые все сделали, все построили, а Гелиус просто жопой всех забрали и все убили. Наоборот, всех убили и все забрали. Опять они блин близко друг другу расположены задницы. Так погоди, то ли лыж не еду, 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 то ли лыж не еду. Я туплю? А мне туда. Я думал, он мне на крышу, но нет. Все посмотрим, как мы эти шашки разыграем. Мне очень сильно кажется, что гаджет должен быть здесь и мне бы очень сильно хотелось его забрать. Ну, теперь я могу быть спокоен, окей. Теперь я точно собрал все, можно заниматься шашками. Так. А, тут свет. Ну-ка. Невидимая стена. Мне не то, что там выборцы не дают, мне просто там невидимую стену поставили. Интересная хрена. О! Так, ну чё? Всё же мину и приманку или радар второй? Давай всё-таки мину. Насчёт приманки я не уверен, но мина, блин, полезная. Д uncle живым, блин, удерживайте тап. Интересно одни-две и одни-где-то должны заряжаться, или как это работает? Или одни-две на всю нахрен? Если 2 на всю миссию, то это будет очень грустно. Ладно, давай так. проект Мрак. Что? О, стоп. Погоди, то есть наши разрабатывали проект Мрак, а Гелиос разрабатывал проект Свет. Гелиос в итоге победил, да? Да, розовым прям вообще ни разу ничего не намекает. О-о-о-ке-юшки. Пройти через охрану, это для слабаков, убить всю охрану. Так вернее будет. Я, честно говоря, вот этого робота не видел, очень хорошо, что я на него прыгнул сразу. Хе-хе-хе. Э-э-э, так. Тот вверх, наверное, будет следующим, потом левый вверх. Трэф. Нё-о-о. Допустим. Так... Вообще мне нравится разнообразие, ну... Возможных путей решения проблемки... С охраной. Вполне неплохо. Так... Ты че, прям сюда прям придёшь? Ого! Ну... неплохой елот а до чё ты быстрый капец эту мразь быстро я вообще такого не ожидал ни хера козе сад нарк согласен такой же вопрос не увидел я что у них тут проход есть такой может быть его слить надо как раз не там где он и хотя с другой стороны то что одни тела находит тоже похрен правильно вот то что вот тот мех настолько быстро сюда перебрался это жесть конечно а теперь у него не видит кстати интересно этот увидит вот этого и успели я убежать охеренно получилось прям таки огонь на и сплюхнулся вообще это просто придет охрененный плюх 10000 а не было ничего ничего не было а ты же хочу че дни шоешь ты падла обидно я забыл мне на плюх был снятным на без по него так хватит блин падать задница так вот эти него шифт есть он очень сильно сжирает заряд те дни это просто забей насколько он сильно жарят заряд сандарин это бесполезно не но это косяк у меня была анимация слезание с трупа это нечестно бросая гранату вот насчет гранаты до насчет гранаты подумать можно так давай все таки вот это вот тогда шлепну тоже потом вон того шлепнуть если в принципе никто не увидит как я его шлепаю то все будет нормально да тихонько методично до тихонько методично болит мне они все согрелись так не надо тут нахер никого тени а этого похрят как бы о боже мой враг пойду поем кс-кс-кс ёпты я туда не долечу ну ну а теряй теперь виши гаджеты нахрид никакие не нужны сандарин все и так нормально проходятся все потрясающе изумительно мне сюда говорят перебраться чтобы я типа постался вон туда прыгнул видимо так я могу подобрать его обратно о а окей так у нас 38 и 38 и это минка видимо кончилась но да где я это не нет а и 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 Успокойная, продуманная паника! Пауэр хайп! Не хоу, а хайп! Хе-хе-хе! Не парься подругой, а она не называла её подругой, врёшь ты всё. Тут нельзя даже мышкой особо двигать, ты просто должен идти прямо и смотреть на суперсферу десять тысяч, которая должна быть тьмой вместо солнца. Для тьмы она, кстати, слишком яркая, если чё. Ну, мне так кажется. Я чувствую, что тендрилы... ...звыкнули через наши воспоминания. Ты — нас. Если ты — Эрабон... ...прохождение... Что это? Ты живёшь? Опять. Коэрии? 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 Не могу ответить. Ты должен связаться. Воскресенье, что-то длинное. Мы живы в течение дня в саду, когда они пришли. Голден, светлый, как фиры локусы. Они спросили такое простое, что они не дали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, это было бы неплохо О, или тело, которое будет незаметным Странный выбор на самом деле Как будто вот это вот больше в тьму, а это внезапно больше в свет Либо скорее это больше стелс, а это больше боевка Окей Удержит ее, чтобы прицелиться и лгами, чтобы использовать Окей, допустим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей С Ок Свирепость есть Полтора часа, блин, на уровень На самом деле весьма неплохо Если проходить голову с одного, это можно сделать быстрее и проще Да, когда я уже все знаю, но Похер на тела Согласен Тела, наоборот, хорошо, потому что они привлекают врагов И их можно заново заколбасить Интересно История забавная Свет, который тьму уничтожил, бедные темневики Ай-яй-яй Вот, ну, в принципе Ну, игрушка более чем норм История Сет Это Ай-яна А-а-а А-а-а Мы пытались связаться с Миро Что случилось? У-а Бумпи-ландинг Но мы все равно Она на дороге Хорошо Я отправлю тебе координаты для ХК Как вы ожидаете, что я верю вас? Я знаю, что у вас есть вопросы Но эта скорость не безопасна У меня есть информация о связи с Элиосом с Эромон Мы можем сделать交換 Эта частота не безопасна? Высылаю тебе наши координаты Гениально Окей Четыре тени, три гаджета, одна хрень 58 роботов рабочих убито? Интересно, а мне надо убивать рабочих или рабочих лучше оставить? И будут ли одни на меня нападать или не будут? Ммм Интересненько Так, ну чё? Пока оставим продолжим в следующий раз Будем по одной главе потихоньку проходить Электрикотировано Электрикотировано? Электрикотировано? Ах, что это? Где-то О? В общем Продолжение следует...